По оценке роста ТАТа в России почти полмиллиона детей-сироты. Абсолютное большинство – это социальные сироты. Ситуации бывают разные. Хорошая семья может стать неблагополучной внезапно. Женщина может остаться одна с детьми, потому что отец умер или ушел. Родители могут потерять работу и не найти другую. А далее – долги, стресс, алкоголь. Разлучить ребенка с такими родителями легко. Гораздо сложнее помочь семье остаться вместе, встать на ноги и справиться с трудностями. Этим в Тверской области занимается благотворительный фонд «Константа». Об этом наш репортаж. Кристина со своими детьми-погодками, Артемом и Алисой и маленьким Святославом обрели свой дом благодаря благотворительному фонду «Константа». Семья оказали помощь, добавили необходимую сумму к материнскому капиталу для покупки собственной квартиры. Будешь все понять, что надо делать? Да. Я, что там еще есть? Это машинка. Да, это машинка. Да, это машинка. Это здоровье человечка. Однако так было не всегда. После свадьбы у Кристины родился первый сын Артем, через год дочка Алиса. Но потом к семейным отношениям стала добавляться внезапная агрессия мужа, а еще и злоупотребление спиртным. Кристина приняла для себя трудное решение развестись. Жить с детьми ей было негде, дом, где женщина выросла, сгорел. Я на суде просто сказала, что дети остаются с ним. В итоге усугубилась ситуация. Через какое-то время встретила мужчину отца третьего ребенка, Святослава. С ним тоже были, хоть и жили, хоть и любили, но натянутые отношения, ни к чему не приводящие. Как бы не получалось у меня с ним и работа, и никак у меня с жильем не получалось. В итоге пришло к тому, что я забеременела, родила ребенка, и у меня забрали детей. Даже и у бывшего мужа. После рождения младшего сына Кристина обратилась за помощью к матери. Но поддержки не получила. Мать выставила дочь с внуком из дома. Маленького сына поместили в дом малютки, а в это же время социальные службы забрали детей из семьи первого мужа в социальный реабилитационный центр. За помощью женщина обратилась в фонд «Константа». В итоге делать нечего, что-то надо как-то делать. Я пришла на тот момент к детям, где они на временном содержании находились. Я пришла, и там мне предложили ваш фонд, фонд «Константа» в помощь, чтобы мне помогли с жильем, чтобы мы помогли воссоединиться с детьми. В итоге так и произошло. Теперь Кристина живет вместе с детьми. Семья переехала в двухкомнатную квартиру полтора года назад. Кристина работает, дети ходят в детский сад. Мы соединились с семьей, помогли бы я. Я до сих пор это вспоминаю. У меня радость просто полная. Что за такое короткое время, после того, как я обратилась, пришла навестить своих детей, что я просто за какой-то, ну, меньше полугода, там, про это все, ну, где-то пять с половиной, пять месяцев я как бы уже детей забрала. Одно из направлений работы фонда «Константа» – помощь семьям, которые попали в кризисную ситуацию. Срочные просьбы приходят в «Константу», когда в семью приходит несчастье, грозящее вырвать детей из семьи. Была тяжелая ситуация, в чем еще, что как раз началась пандемия, да, то есть все были изолированы, была большая угроза разрыва детско-родительских окончательная. Ну, вот, благодаря специалистам центра, благодаря и нам в том числе, все получилось очень хорошо. Вот, сейчас семья живет вместе, дети очень рады, мама работает, она всегда, кстати, работала, в этом плане она умничка большая, Кристина, что она трудяга, да, то есть она никогда не сидела на месте. Вот, ну и, собственно, отношения прекрасные, видим сейчас-то, то есть она обращается, она приходит, они в гости. Ребенок в семье – один из проектов фонда. Это комплексная поддержка семей в трудной жизненной ситуации, чтобы дети остались с родителями. В фонде был создан институт кураторства, так, территория Тверской области была поделена на семь округов, в каждом из которых находится наш куратор. Это дало фонду возможность не только раннего выявления семей, да, которым необходима поддержка, но также и оказание комплексной помощи, выявление тех проблем, которые на первом этапе работы семьи могут быть скрыты, да, но как бы являются основной такой причиной того, что в семье произошел кризис. В 2021 году фонд оказал помощь 584 семьям, и благодаря этому 1600 детей остались со своими родителями. Кроме того, фонд помогает материально ремонтировать и строить дома, и при этом работает в связке с местными органами опеки.